А в Министерстве связи и массовых коммуникаций страны стремятся к соблюдению законных прав абонентов сотовых компаний. С этого года окончательно отменяют мобильное рабство. Не устраивает качество связи, можно сменить сотового оператора, не меняя при этом номер телефона. Федералы пытались ввести эту норму еще с начала двухтысячных. Сотовые операторы всячески противостояли. В основном из-за технических сложностей. Все-таки в правительстве решили, удобство абонентов важнее. Стоит услуга 100 рублей. В законе отмечен срок, в течение которого сотовая компания должна перенести номер. Операторам мы дали определенную возможность самим назначать дату переноса. Это продлится до 15 апреля. После этого у всех будет единый срок. Это 8 дней. Пришли, написали заявление, что переходите к другому оператору, через 8 дней вас перенесут. Если не перенесут, действует отдельный закон, что после этих 8 дней, в 2014 году, вы уже не должны будете платить за услуги связи того оператора, который не отдал ваш номер. Чтобы поменять оператора сотовой связи, абоненту нужно обратиться в офис той компании, куда есть желание перейти на обслуживание, написать заявление и заплатить за переподключение. Идти в офис своего прежнего оператора не нужно. Информацию об абоненте отправят в центральную базу, а те, в свою очередь, перешлют данные так называемому оператору-донору. Если все совпадет, кроме того, у абонента не будет задолженности за услуги связи, заявку примут. Однако, если абонент сменил адрес регистрации, паспорт или допустил ошибку или опечатку, заявление будет отклонено. База сверяет данные в автоматическом режиме. Повторное заявление снова будет стоить 100 рублей. Поэтому при заполнении документов стоит быть предельно внимательными. Внимательными и даже осторожными стоит быть и торговцам сим-карт. С 1 января продавать симки для мобильных на улицах запрещено. За торговлю вне помещения штрафы до 200 тысяч рублей.